ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ БАТОВ Как бы ни был силен враг, победа всегда оставалась за советскими солдатами, которыми руководил сильный и волевой полководец Павел Батов. Он родился 1 июня 1897 года в деревне Филисово Ярославской области. В 1916 году начал службу в русской армии. Участвовал в Первой мировой войне и за отличие в боях был награжден двумя Георгиевскими крестами. В 1918 году добровольно вступил в Красную армию. В период Гражданской войны Батов готовил резервы для действующих войск. Позднее стал начальником полковой школы. В 1927 году он окончил курсы выстрел и стал командиром батальона в 3-м стрелковом полку 1-й московской дивизии. В 1936 году после окончания военной академии имени Фрунзе добровольцем отправился в Испанию, где был дважды ранен. В дальнейшем участвовал в освобождении Западной Белоруссии и в Советско-финляндской войне. Начало Великой Отечественной войны Павел Батов встретил командиром 9-го отдельного стрелкового корпуса Закавказского военного округа. В августе 1941 года его перевели на должность заместителя командующего 51-й армии, которая оборонялась в Крыму и принимала активное участие в Керченско-феодосийской десантной операции. В январе 1942 года он стал командующим 3-й армией Юго-Западного фронта. А в феврале отбыл на Прянское направление, где был помощником генерала Константина Рокоссовского. Эту должность он занимал в течение самых тяжелых оборонительных боев периода Сталинградской битвы. Вплоть до 14 октября 1942 года, когда его назначили командующим 4-й танковой армией. 22 октября по приказу Ставки она была переименована в 65-ю армию. С этого времени и до конца Великой Отечественной войны ее бессменным полководцем был Павел Батов. 19 ноября его войска в составе Донского фронта из района Клецкой перешли в наступление, прорвали оборону противника, освободили Казачий курган, Вертячий, и вышли на западную окраину Сталинграда. В начале 43-го года они участвовали на завершающем этапе Сталинградской битвы в операции «Кольцо». В ее основу лег план Павла Батова. Силами трех крупных воинских соединений наносился основной удар по окруженной немецкой группировке генерал-фельдмаршала Паулюса. В этом сражении 65-я армия уничтожила свыше 30 тысяч гитлеровцев и около 26 с половиной взяла в плен. С февраля по март батовцы провели наступательную операцию на северном направлении и продвинулись на 30-60 километров на запад. Во время Курской битвы они держали оборону в районе города Севска. После победы в этом сражении Батов готовил воинские соединения к Черниговско-Припятской операции. Его войсками были захвачены важные плацдармы на западном берегу реки Сош. Вскоре соединения 65-й армии начали новые наступления в рамках Гомельско-Речицкой операции. На левом фланге Белорусского фронта Павел Батов стал готовить бойцов к форсированию Днепра, используя любые средства для переправы. 15 октября 43-го года после мощной артиллерийской подготовки наши десантники захватили узкую полосу земли на правом берегу реки и удерживали ее весь день. Ночью по наведенным переправам стали переходить подразделения армии, развернулись жаркие бои за расширение плацдарма. И к 27 октября соединения 65-й армии продвинулись на 35 километров по фронту и 20 в глубину. Они перерезали стратегические железнодорожные линии снабжения немецких войск в районе Гомеля. С захватом плацдармов на Днепре были созданы условия для наступления в Белоруссии и полного освобождения правобережной Украины. И в битве за Днепр наши воины проявили массовый героизм и отвагу. 438 человек были удостоены звания героев. 30 октября 43-го года Павлу Батову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали Золотая Звезда. В 1944 году войска под его командованием успешно участвовали в Калинковическо-Мозорской операции Белорусского фронта. Летом полководец умело применил для поддержания атаки пехоты и танков двойной огневой вал на Бобруйском направлении. Четкое выполнение планов позволили 65-й армии продвинуться на 200 километров на Слудском направлении. Она нанесла противостоящим частям противника тяжелое поражение и создала условия для дальнейших наступательных действий. После короткой передышки в январе 1945 года батовцы перешли в наступление в Восточной Померании. Преодолевая хорошо подготовленную оборону противника, они с большим трудом продвигались в направлении Гдыни и Данцига. И лишь после сужения фронта смогли освободить эти города. После завершения операции в Померании 65-я армия заняла позиции южнее штатина. 20 апреля она сходу форсировала Одер, прорвала оборонительные рубежи противника и вышла на побережье Балтийского моря в районе Ростока. 2 июня 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при организации форсирования реки Одер и овладении городом Штетин, Павел Батов был награжден второй медалью «Золотая звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин